В областной больнице номер один представили уникальную разработку волгоградских ученых экзоскелет для эндохирургов. Презентовали конструкцию ее создатели профессор Александр Воробьев и Федор Андрющенко. Светилы науки еще в 2013 году изобрели единственный в мире эксклюзивный экзоскелет для реабилитации больных заболеваниями верхних конечностей, а также конструкции для поддержки головы и нижней челюсти. Устройства оказались очень востребованными и доказали свою эффективность. И тогда ученые решили создать модель, которая помогала бы не только пациентам, но и врачам. Длительность операции может идти от часа до 9-10 часов. И все это на фоне высокого нервно-эмоционального и психического напряжения и отсутствия возможности расслабиться. Это синергист первых двух факторов. Отсюда потеря трудоспособности, снижение производительности труда. Ну и мое это личное мнение, которое никем не доказано. Это ухудшение в конечном итоге результатов операции. Несмотря на то, что эндоскопические операции с помощью так называемых проколов облегчают жизнь пациентам, самим хирургам приходится по несколько часов находиться в неудобной позе. Именно поэтому 90% эндохирургов страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Оперирующим врачам взялись помочь волгоградские разработчики. С 2015 года трудились ученые над созданием полезной конструкции и в итоге создали экзоскелет, полностью отвечающий всем требованиям и абсолютно оригинальный. Такое решение здесь было принято. Перенести вес со спины на экзоскелет спины, на ту часть, которая будет повторять спину. Здесь вот пластина выполненная, тоже наша оригинальная разработка из стеклокарбонового компонента, чрезвычайно прочная. Эта пластинка переносит вес со спины на бедра. Местные врачи уже по достоинству оценили разработку волгоградских ученых. В уникальном экзоскелете лапароскопическую операцию выполнила врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения Волгоградской областной больницы Виктория Сейкина. Это оперативное вмешательство завершило серию испытаний, которые длились в течение трех месяцев. Это было очень удобно. Волнительно, но удобно. Экзоскелет действительно очень удобен и как невидимый помощник во время операции поддерживает корпус и руки врача в необходимом положении и снижает нагрузку на позвоночник. Действия конструкции мы решили проверить на себе. Ну что, в нашем деле это тоже, как говорится, удобный аксессуар. Какие ощущения я сейчас испытываю? Конечно, я не чувствую рук. Как будто бы перешла нагрузка со спины на какое-то невесомое состояние. Как будто меня кто-то сзади поддерживает. Вот такое ощущение. Теперь, мне кажется, дорогие телезрители, я смогу в прямом эфире общаться с вами несколько часов прямо в этом аксессуаре. Теперь эндохирурги смогут проводить сложные многочасовые операции, практически не уставая. А это значит, все внимание будет сосредоточено только на пациенте. Сами же волгоградские разработчики останавливаться на достигнутом не собираются. В планах создание экзоскелета для хирургов, которые проводят полостные операции. Мы желаем ученым удачи и новых открытий на благо отечественной и мировой медицины. Анна Муслимова, Виктор Хиврин, телеканал Волгоград-1.